Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам, как обработать грядки после огурцов, томатов и перцев, чтобы в следующем году не столкнуться с грибковыми болезнями и вредителями. Воевать с фитофторой и мучнистой росой очень сложно. Даже после того, как мы убираем кусты с огорода и сжигаем их за пределами участка, в земле остается очень много грибковых спор, которые могут несколько лет жить там и ждать ваших новых посадок. Обязательно проливаем по осени почву после томатов, огурцов и перцев, когда активность грибков наиболее сильная. Грибки очень боятся растворов с медным купоросом. Это один из самых эффективных способов борьбы с грибками на любых участках. Сам по себе медный купорос это порошок в виде кристаллов с голубоватым оттенком и использовать его очень легко. Он не токсичный, убивает споры всех грибковых болезней практически мгновенно. Для приготовления такого раствора необходимо на 1 литр воды развести 150 граммов медного купороса до полного растворения, после чего разбавить эту смесь в ведре воды и отправить в лейку. Очень важно, чтобы вода из лейки не лилась очень сильно. Ее распределение по почве было средним. Обязательно проливаем землю таким раствором не спеша. Такого объема вам должно хватить на 3 квадрата посадок. Обильно проливаем все грядки, где росли перцы, огурцы и помидоры, чтобы в следующем сезоне не столкнуться с грибками. Но медный купорос это еще и медная подкормка. И если делать ее каждый год без дополнительных обработок, почве накопится слишком много меди и растения не смогут нормально развиваться. Именно поэтому через несколько дней после обработки купоросом нужно пролить грядки раствором фитоспорина, чтобы восстановить полезную микрофлору в структурах почвы.